Борис Юрьевич, Ваше превосходительство, уважаемые участники сегодняшней сессии. Следуя словам моего коллеги из Болгарии, я ушел в молодое крыло, среди молодежи посидел, поэтому мне было очень приятно. Вы знаете, послушал очень много интересных мнений, и я бы, конечно, хотел присоединиться опять-таки к словам своего коллеги из Болгарии. И господин посол отметил, что политика, наверное, должна создавать условия для развития экономического сотрудничества. И на примере узбекско-российских отношений я бы хотел то же самое отметить, что налаженный активный, взаимодоверительный политический диалог на самом высоком уровне создает все необходимые предпосылки, чтобы развивать экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарное взаимодействие. Артем Владимирович, Вы не понаслышке знаете, что за последние 3-4 года в Узбекистане были открыты филиалы, сейчас скажу, 8-9 даже российских вузов. Если до 2016 года были филиалы 3-х российских вузов, то сейчас уже 4-х российских вузов, то по настоящее время уже 13 российских вузов имеют свои филиалы, в том числе первый зарубежный филиал МГИМО. У нас в Ташкенте очень приятно. Говоря об экономическом взаимодействии, знаете, налаженный, как я отметил до этого, налаженный активный диалог на самом высоком уровне и отсутствие каких-либо проблемных вопросов в повестке дня, основной повестке дня, дает такую хорошую платформу для взаимодействия между экономическими операторами. И за последние 3-4 года у нас экономическое сотрудничество развивается очень быстро. Даже в период пандемии рост товарооборота составил 16%. То есть мы вышли с плюсом. Причем вырос и экспорт, и импорт. И в этом году тоже у нас товарооборот очень быстро растет, в том числе экспорт, импорт. И я бы еще хотел обратить внимание, что в товарообороте растет доля товаров с высоко добавленной стоимостью. То есть в прошлом году, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на международных, на мировых сырьевых рынках, у нас товарооборот все равно вырос. И когда мы проанализировали, это как раз таки рост был обеспечен за счет товаров с высоко добавленной стоимостью. Растет сотрудничество в инвестиционной сфере. На сегодняшний день более 2000 предприятий с участием российского капитала работают в Узбекистане. Ну и в России тоже на сегодняшний день где-то около 600 предприятий с участием резидентов из Узбекистана. Значит, идет активное взаимодействие в части промышленной кооперации, производственной кооперации. Идет взаимодействие в области инновации, науки, технологий и так далее. Еще раз возвращаясь к основному тезису, что все-таки наличие взаимодоверительного политического диалога нам дает очень хорошую возможность развивать экономическое сотрудничество. И я думаю, что политика и экономика должны друг друга взаимодополнять, а не быть против друг друга. Спасибо.